На прошлой неделе стала известна дата республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в нашу Конституцию. Глава государства подписал соответствующий указ, согласно которому голосование состоится уже через месяц, 27 февраля, в воскресенье. О проекте обновленной Конституции и предстоящем референдуме поговорим с нашим гостем в студии, кандидатом в философских наук, доцентом Николаем Щекиным. Доброе утро, Николай. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с такого вопроса, что есть мнение, что конституционные изменения в любых странах мира, они, как правило, связаны с какими-то внешними либо внутренними вызовами. Как вы считаете, на какие вызовы в данном случае отвечают белорусы, предлагая вносить изменения в основной закон? Ну, во-первых, знаете, за последние 30 лет очень мало вообще было стран, которые меняли свои конституции. Ну, а вызовы какие? Посмотрите, насколько нестабильна ситуация сейчас в мире. Что у наших границ делается? Две дивизии, он, поиска белорусской границы, да, плюс разворачивается инфраструктура военная на Украине, опять-таки, около нашей границы. Конечно, надо учитывать союзное государство, и в этой связи, конечно, необходимо нам кое-что корректировать. Ну, и не надо забывать, что общество на месте не стоит, мы развиваемся, есть новые потребности. Вот, допустим, у нас появилось такое достижение в Республике Руси, как атомная электростанция. Не каждая страна может себе позволить даже построить такую вот махину. И понадобилось, чтобы в проекте Конституции вот это было отражено. Кстати, хочу сказать, что у нас единственная Конституция в мире будет, если примем, надеюсь, где будет это отражено. Прямо в Конституции? Прямо в Конституции. Обычно это законодательно регулируется, но в данном случае это позволит будущим поколениям не отказаться от нее. Вот, возьмем, к примеру, Литвы, да, она вошла в ЕС, и ее заставили закрыть Игнолинскую АЭС. Понимаете? А это же достояние. Вот о чем речь. Или вот седьмая статья, где теперь будут законы Республики Беларусь, точнее, Конституции Республики Беларусь, высшей юридическую силу. Почему об этом речь? Македония. Когда вступила в ЕС, ей пришлось изменить название своей страны. Она стала Северной Македонией. Вы представляете? От нас же сейчас поляки, литовцы требуют, чтобы мы изменили название своей страны. Их просто убивает то, что в нашем названии есть корень Русь. Вот это им не нравится. Вот это подробности, слушайте, я даже не представляла. Да, вы уже начали говорить о фундаментальных изменениях в основном законе, и президент назвал нашу Конституцию Конституцией будущего. Давайте еще пару пунктов о таких больших глобальных изменениях. Вы знаете, это вроде бы детали, но они глобальны, в принципе, в мировоззрении людей. 47-я статья. Речь идет об инвалидах. Мы уже забыли такие слова, наверное, как милосердие, как меценатство. Ну и давайте согласимся, что мы всегда как-то вот с каким-то предубеждением относились. А здесь уже закрепили на вечные времена, в том смысле, что это тоже граждане, и надо тоже создавать им условия. Конечно, великолепные те пункты, где будут теперь граждане заботиться о своем здоровье. Это очень важно. Ответственность будет все-таки на человеке, а не на государстве. Вот, на гражданине в том числе. И прежде всего, все-таки согласитесь, когда государство создает условия, к примеру, купили мы сейчас вакцины, да, пожалуйста, вакцинируйтесь. Люди отказываются, а потом болеют. Вот, ведь один день в реанимации, кто вот не вакцинировался, стоит свыше 1800 рублей. Один день в реанимации. А почему государство должно платить, если ты отказался лечиться, если ты отказался вакцинироваться? Или, допустим, есть пункт, где теперь родители воспитывают в духе патриотизма, любви к родине. Это тоже очень важный момент. Мы видели позапрошлом году, что произошло, когда детей вытаскивали на улице, а это же все нервные стрессы, это очень непростые вещи. Причем маленьких детей. Причем маленьких детей, понимаете, родители должны отвечать за своих детей. Не на школу, не на детский сад, не на вузы возлагать эту ответственность, а воспитывать родители должны и нести полную ответственность. Это, на мой взгляд. Не зря же говорят, что семья — это ячейка общества. Ну так, конечно. Но опять-таки очень важно здесь пункт 15-32, где прописаны духовные ценности, нравственные, ценность Великой Отечественной войны. А то пройдет немного еще время, и нас еще обвиняют в том, что мы напали на Германию. Понимаете? Поэтому в этой связи... Белое назовут черное. Да, Конституция пронизана такими категориями вечными. Это и патриотизм, и любовь к родине, это и милосердие. И в Конституции делается огромный акцент на то, что мы социальное государство, в первую очередь. Да, и социальная справедливость. Быть совершенно правой. Остаются все социальные гарантии. Все. Причем даже прописана бесплатная медицина и за государственный счет. То есть в этом смысле граждане не должны волноваться. То есть здесь полностью все гарантии остаются. Никаких там ущемлений гражданских прав и свобод в этом контексте не будет. Ну, мы знаем, что обсуждение новой Конституции нашло большой отклик среди граждан. 9 тысяч предложений. Давайте поговорим о том, почему важно прийти на референдум, который состоится 27 февраля, и о досрочном голосовании. Да. Ну, вы знаете, в мире вообще уже забыли, что такое референдум и что такое участвовать в управлении страной. Вот у нас получился принцип народовластия. Мы все сейчас, вообще наша страна стала площадкой переподготовки. По большому счету. Мы получим в конце диплом под названием Конституция. Вы посмотрите, уже не каждый второй, но на каждый залез в учебник, там, я не знаю, там, посмотрел по праву, по философии, по социологии. Мы все такие грамотные уже стали. На что мы можем повлиять? Это же такой действительно момент исторический. Это очень важно. И согласитесь, прийти на референдум, проголосовать, то есть участвовать, ну, как вам сказать, в суверенности, в независимости от становления своего государства. В историческом событии. Историческое событие. Вы знаете, не каждому гражданину в мире такой возможности не предоставляется. Вот она, возможность творить историю своими руками. Да, вот мы творим историю. Поэтому я говорю, что не надо упускать этой возможности прийти и самому что-то сделать. И не надо думать, что от моего голоса там ничего не зависит. Зависит, дорогие зрители. Очень зависит. Надо идти, надо голосовать, зато потом, ну, сердце, душа будет, ну, уже такие чистыми, понимаете. У нас будет моральное право и с власти потом спросить, и с самих себя, и с вас, прекрасных девушек, прийти и спросить, ну, как мы живем. Но это момент осознанности каждого гражданина, правильно? Да, идет процесс взросления нации белорусской. Если первые там 26-27 лет это было становление белорусской государственности, ну, то теперь уже это укрепление. Зрелость. Зрелость и укрепление. Но опять-таки хочу сказать, что это все, конечно, с подачей главы государства Александра Григорьевича Лукашенко. Вот если бы не было его инициативы, вот такого бы обсуждения всенародного не было. Кстати, прецедентов в мире нет. Вообще, в принципе, нет. Ни в одной стране. Чтобы в течение уже, там, 9-10 месяцев мы в каждом районе, в каждом городском поселке обсуждали проект Конституции на дискуссионных площадках. Вот я недавно был и в Плещеницах, и в Любани, в Столбцах. Всего вы посетили 39, да? Да, 39 площадок посетил. Вы знаете, большая заинтересованность. Люди уже как-то живут уже в будущем и уже ждут, когда будет принято. Это, несомненно, приятно, это, несомненно, рада. Конечно, конечно. Сколай, спасибо вам большое за разъяснение. Вот знаете, вы сказали важные слова. Такого в мире еще не было. И мне кажется, что вот эта прекрасная отправная точка — знать об этом и гордиться этим фактом. Ну и референдум, согласитесь, там надо, чтобы граждане знали, что все-таки будет досрочное голосование. Можно, ну, своим временем как-то распоряжаться и прийти досрочно проголосовать. Что ж, друзья, 27 февраля — это такая важная дата в истории нашей страны. Досрочные голосования, еще раз повторюсь, тоже будут открыты. И напоминаем, что в гостях у нас сегодня был кандидат философских наук, доцент Николай Щекин. Хорошего вам дня, друзья.